Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот этот вот микрофончик от фирмы Rode. Это вокальный конденсаторный микрофон и моделька его M2. В этом обзоре мы его также сравним с динамическим микрофоном от Behringer, как и всегда, XM8500. Как всегда по традиции, мы с вами начнем с распаковки. Погнали! Так, вот, собственно, наш пакетик с сайта Toman. Внутри наш микрофончик, на который в данный момент мы записываем. И этот микрофончик от фирмы Rode. Так, открываем. Вот, сама коробочка от Rode M2. Да, 10 лет гарантии, если что, о птичках и направленность у него суперкардиоида. И это конденсаторный микрофон, что, кстати, очень прикольно. Посмотрим, что у нас в комплектации. Сам микрофон от Rode, Rode M2. Большой пакет. Гидроизоляции, как всегда, как же без него. Здесь такой вот выключатель. Его, собственно, можно мутировать. Мутировать, сказал. Мьютировать, то есть выключать. Возможно, кому-то пригодится. Выглядит он тоже добротно, как я посмотрю. И очень приятный на ощупь. Тут у нас такой вот гриль. Кстати, с очень хорошей ветрозащитой внутри, как вы слышите. Говорю я сейчас в данный момент прям в него. И вы не слышите мои прям. То есть P не проглетает. Тут такой вот держатель для самого микрофона. И фирменная сумочка от Rode. С надписью, собственно, Rode. Так, вот, собственно. Что же у нас еще дальше? Такое вот кольцо. Синее. Да. Оно помогает, если у вас ловит плохо контакт. Вы его запихиваете в микрофон. И микрофонный вход XLR. И, собственно, сверху провод. То есть вот таким вот образом вставляете это колечко. Оно может спасти вас от дополнительных шумов, если появляются шумы у микрофона. То есть таким образом вы можете защититься. Тут у нас держатель для штатива. Собственно, переходник уменьшать на меньшую резьбу. И, как всегда, документация. О, и стикер. Я люблю Rode. Я люблю Rode Microphones. Ну да, кто-то не любит стикеры, но я их обожаю. Так, гарантийный талон на 10 лет при регистрации на официальном сайте. То есть регистрируйте ваш микрофон и получайте десятилетнюю. Хухры-мухры. Десятилетнюю гарантию на ваш микрофончик от Rode. Диаграмма направленности. Частоты нашего микрофона. И комплектация, которую мы уже с вами посмотрели. В принципе, все. Больше ничего интересного. Как я уже ранее говорил, это вокальный конденсаторный микрофон. И, как любой конденсаторный микрофон, он записывает шумы излишние. То есть, если у вас не оборудованная комната, как в данный момент у меня, то можете рассчитывать вот на примерно вот такое вот качество. В данный момент мы пишем звук на Focusrite Scarlett Solo 3-го поколения. И вы можете ожидать примерно вот такого вот качества. Этот микрофон собран на базе уже популярного ранее микрофона S1 от компании Rode. Этот микрофон обладает низким побочным уровнем шумов и качественно поглощает помехи. В первую очередь, этот микрофон позиционируется как вокальный микрофон. И тем самым он лучше всего подойдет для вокала. Также можно использовать его и с инструментом. Вот так вот, собственно, звучит микрофон от Behringer. Сразу на него напялил ветрозащиту, поскольку без нее он ловит пэшки. Дабы наглядно вам показать, пэшки он ловит вот таким вот образом. Но это надо говорить прямиком в микрофон. Лучше говорить, конечно, где-то рядом его поставить, чтобы пэшки не пролетали. Но все равно, какие-то пэшки цепляются и лучше использовать с этим микрофоном ветрозащиту. Что, в принципе, вам не понадобится с этим. Сейчас покажу почему. Сейчас мы разберем наш микрофончик. Аккуратно. Здесь у нас такая вот конденсаторная капсула. С виброподвесом. Это первое. Второе. Внутри у нас ветрозащита. Ветрозащита идет как по краям с внутренней стороны, так и сверху. И она заполняется вот примерно досюда. Тем самым я не удивлен, почему этот микрофон практически не ловит пэшки. И, как видите, блямба стандартная, как во всех микрофонах Роуд, тоже присутствует. И, кстати, о птичках он очень приятный на ощупь. И дизайн у него, кстати, тоже прикольный. Хоть и у Льюит он тоже такой своеобразненький, прикольненький, но у Роуд мне он нравится больше. Но микрофон есть микрофон. Перейдем обратно на Роуд М2. Вот так вот. Так, надо гейн убрать. Сейчас мы проверим звук инструмента, как же он пишет инструмент. Возьмем укулель и проверим, собственно, как он записывает инструмент. Кстати, комната у меня оборудована плохо для этого, но мы попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Проверим же, как звучит этот микрофон в вокальном плане и что же можно вытянуть из него. По полям, по полям, шинит трактор, едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же, кто же, кто же, кто же, по песенку поет. Да, сейчас мы протестируем этот микрофон. Этот микрофон тест я не проводил, вернее, как, проводил, а оказалось, что я не записывал. Поэтому лук у меня немножечко другой в этот раз. Да, как слышите, на расстоянии где-то 10 сантиметров этот микрофон будет звучать вот так. И на расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так. А со стопроцентным гейном этот микрофон будет звучать вот так на полувытянутой руке. На расстоянии вытянутой руки с гейном 100% этот микрофон будет звучать вот так. И если говорить при гине 90%, если говорить вот так вот шепотом, этот микрофон будет звучать вот так. Если говорить с боковой стороны этого микрофона, этот микрофон будет звучать вот так. И, конечно же, мы проверим, как же он будет звучать, если его перекидывать из руки в руку и вот таким вот образом. Кстати, касание он ловит не так сильно, как наш предыдущий гость, который являлся динамическим микрофоном И при этом записывал все различные звуки Имея в виду, когда вы его трогали Уберем немножечко гейн Вот таким вот образом И оденем нашу ветрозащиту Вот таким вот образом это все может звучать Если вы будете держать микрофон в руках И вот таким вот образом разговаривать в него Вместе с ветрозащитой И конечно же я вам рекомендую все равно Использовать этот микрофон с микрофонной стойкой Поскольку когда вы разговариваете так Вам нужно говорить прямиком в него Если вы будете куда-то уходить То этот микрофон будет слышно плохо Поскольку он является суперкардиоидным микрофоном Если говорить впрямую в него Кстати, как слышите Штатная ветрозащита, которая встроена в него Справляется очень хорошо Поскольку я говорю прям в него Говорю Пе Петька, принеси папиросы, пожалуйста То есть я прям в него плюю Можно сказать Не сильно раздражает Как все остальные микрофоны И еще один нюансик Когда вы его держите в руках Перекладывая из руки в руку Если аккуратненько перекладывать То это практически не слышно Что не было в предыдущем микрофоне От Luit Клюид ДМ250 У него там была такая проблема Что там даже если чуть-чуть переложишь этот микрофон Ушам вашим становилось больно И да, протестируем небольшой Проксимити эффект этого микрофона Если говорить вот таким вот образом Не используя ветрозащиту Это будет все звучать вот так А если добавить поп-фильтр И поелозить вот таким вот образом То получается своеобразная АСМР Да, вот такой вот конденсаторный микрофончик У нас сегодня на обзоре был Что удивительно Меня он очень порадовал Давно уже не было на обзоре таких Качественных микрофонов Но, скажем так, я не удивлен Поскольку компания Rode Делает действительно качественные продукты И советовать их могу в принципе каждому Если кто-то затрудняется в выборе То обратите внимание на этого производителя Ну а у меня на сегодня все Если что-то не упомянул Как всегда по традиции пиши это в описании Ну а с тобой был дядя Бен Желаю тебе Всего хорошего И до свидания